Разного цвета, орнамента и степени сложности многометровый резной палисад появился в Вологде возле Шаламовского дома. Его авторы – резчики по дереву из Вологды и разных районов региона. В рамках третьего международного фестиваля «Голос ремесел» они сразились в мастерстве на конкурсе «Заборно». Волокжанка София Гусева изготавливает заборы уже больше 30 лет. И все вручную. Я увлеклась резьбой по дереву еще в 1985 году, после того, как мы проехали на велосипедах с мужем и сыном по всей стране. Я насмотрелась, особенно на Ярославщине, в Беложерском районе, в Кирилловском, сколько красивых домов. И уже потом потихоньку начала разрабатывать свой авторский стиль. Так у этого забора особенные наконечники. Они будто купала храмов в миниатюре. Его красотой сразу же вдохновились прохожие. Я бы, наверное, такой забор хотела иметь у себя на участке. Он мне больше всех понравился. Потому что он деревянный. Мне понравился его узор, размер. Вообще очень красивый. Конкурс «Заборно» – новинка «Голос ремесел». В этом году его цель – привлечь внимание к старинным технологиям изготовления резных палисадов и подчеркнуть их уникальность. Оценивают мастеров, а их около десяти. Оригинально у понравившейся работы в пенек вбивайду гвоздь. Чем больше гвоздей, тем ближе победа. Это достаточно интересная идея. Таким необычным способом проголосовать. Я прокачусь, не прокачусь. Платье не позволяет мне. Попробую забить гвоздь. Влечь внимание создателям интересных дизайнов палисадов. Голосовать можно в течение всего фестиваля. Каждый забор оценит еще и экспертное жюри. И так и выберут победителя. Завтра, 24 июня, на этой площадке пройдет шоу заборных росписей. Принять участие в нем могут все желающие главные условия – креативно, задорно и с использованием народной тематики – заявить о своей компании. Автора самого интересного слогана также выберет жюри. Фестиваль «Голос ремесел» продлится в Вологде до 26 июня. Запланировано множество конкурсов, а еще многочисленные ярмарки, выставки, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. Мария Поздеева, Денис Терин, Вологде, Портал.